Украина спорила решение Всемирной торговой организации, которая касается разногласий с Россией из-за пошлин на ввоз селитры. В РФ по-прежнему считает, что антидемпинговые санкции незаконны. Впрочем, украинское правительство придерживается другого мнения. Почему так важна апелляция Украины к ВТО и, как это скажется, на химической отрасли страны, разбирались наши корреспонденты. Украина готова до конца отстаивать интересы отечественных производителей на международной арене. Государство подало апелляцию на решение группы экспертов Всемирной торговой организации в споре с Россией в отношении антидемпинговых мер. В суде первой инстанции рассматривались 20 требований по селитре и только 7 из них отстояло РФ. В частности, якобы выявлены нарушения в пересмотре антидемпинговых пошлин. Впрочем, в украинском правительстве с этим решением не согласились и подали апелляцию. Наша апелляция была к тому, что не одна же Россия вырабатывает эту продукцию. Вот системная работа, значит, мы сейчас, Союз химиков совместно с Федерацией работодателей Украины, значит, занялся разработкой программы, или мы называем ее стратегией развития химической отрасли. И там есть раздел по защите собственного производителя. Химики отмечают важной победой Украины стало то, что группа экспертов подтвердила правомерность применения газовой корректировки, тем самым увеличив шансы нашей страны на победу. Как известно, из-за дешевого газа себестоимость российской селитры в разы ниже украинской. В результате отечественные предприятия не могут конкурировать с импортом РФ. Эта вещь очень важна для практики других стран. Почему? Оскільки Россия, используя низкую цену для собственных производителей, она имеет возможность, скажем, получить преференции, не рынковые преференции, для экспорта и экспансии на рынки других стран. Впрочем, утверждают юристы, сейчас появились сильные аргументы, которые помогут обжаловать спор в апелляционной инстанции. Иск подан в апелляцию, и Украина есть все шансы, скажем так, выиграть те требования, которые были приняты не на сторону Украины, а группой экспертов. В принципе, рассмотрение предполагается где-то три месяца. Это по соглашениям ВТО и будет финальное решение. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас есть определенный кризис в системе ВТО, именно в системе разрешения споров, возможно, что этот процесс немножечко затянется. От решения ВТО в деле по селитре, уверенные эксперты, будет зависеть украинская промышленность в целом. Беспошлин химическую отрасль ждет упадок. Отечественные заводы могут остановиться, без работы останутся. Более 20 тысяч квалифицированных специалистов. И бюджет страны понесет миллиардные убытки. Поэтому отстаивание национальных промышленных интересов – правильное решение. Учитывая тот негативный опыт, который мы имеем с резким прекращением подачи газа, например, в прошлом для Украины, точно так же может случиться и с удобрениями. Поэтому, снижая зависимость от импортной составляющей в этом секторе, фактически Украина приобретает независимость и в аграрном секторе. Впрочем, пошлины, которые правительство приняло в отношении российской оселитры в начале года, уже дают свои результаты, утверждают химики. Северодонецкий завод, например, который простаивал 4 года, он сегодня тоже запущен. Работает запущенное аммиачное производство. Это дает возможность обеспечить осеннюю посевную полностью своими собственными украинскими удобрениями. Это рабочие места порядка 20 тысяч только в химической отрасли. А всего вместе со смежниками около 100 тысяч рабочих мест. Мы не ожидаем в этой связи какого-то ажиотажа или дефицита удобрений азотных для обеспечения осенней посевной 2018 года. Окончательное решение ВТО примет через три месяца. За этот период у комиссии будет время провести новое расследование, инициированное Украиной, и более детально разобраться в ситуации. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.